Книжная полка И сценаристом Кириллом Литнером Есть издания, за которыми охотятся самые состоятельные люди планеты Букинистика, торговля антикварными книгами Сегодня не менее популярна, чем продажа современных изданий Почему старые фулианты привлекают к себе столько внимания И как они сохранились до наших дней Об этом мы узнаем из нашего сюжета Говорят, книги живые И они так же, как и мы, способны болеть и стареть Доктора книг – реставраторы Их задача – продлить книги жизнь В процессе реставрации книги разделены этапы Прежде всего, мастер оценивает ее состояние Фиксирует повреждения Например, это могут быть механические дефекты Такие, как разрывы листов Или отсутствие части страницы Когда степень сохранности становится понятной Реставратор принимает решение Какой способ наиболее подходит для работы По состоянию книги реставратор может рассказать о ее судьбе О том, как хранилось то или иное издание И в каком помещении На сохранность влияет все Влажность, температура воздуха И, конечно, то, как человек обращается с книгой Конкретно эта книга Это «А кто их старопечатный?» 1631 года Эта книга очень в плохой сохранности Она была подвержена плесени В данный момент плесень уже не живая И в многочисленных восковых пятнах Все это мы удалили Обезвредили все, что нужно было И книга очень ветхая Перед началом основных работ Книгу нужно расплести То есть разобрать старый переплет И оставить только тетради, из которых она состоит Далее, если это необходимо Мастер укрепляет чернила и промывает листы Главная цель реставратора Максимально сохранить экземпляр в первоначальном виде Поэтому воздействие химическими веществами Сводится к минимуму Сейчас мы лист увлажняем Расправляем его, чтобы он был ровный И приступаем к реставрации Важная задача для реставратора Правильно подобрать цвет доставляемого листа Чтобы совпадение было максимально точным Нужно учитывать такие факторы Как плотность и фактура бумаги Так как бумага разная Бывает тряпичная бумага Бывает древесная бумага То, естественно, взаимодействие с реставрационной бумагой Может быть разное Существуют разные методы реставрации Один из них Когда лист расщепляют Можно сказать, вскрывают После чего между двумя частями Вставляют японскую шелковую бумагу Она делает страницу прочнее в несколько раз Еще есть реставрация встык Недостающую часть листа Вставляют по контуру С минимальным наложением на оригинал Другой способ С заплатом нахлест Тогда новый материал Накладывают на реставрируемый лист А затем зашлифовывают Его чаще всего используют Для реставрации карт, плакатов, календарей или гравюр Далее лист увлажняется И помещается под пресс на сутки И только после этого Отреставрированные страницы Вновь сшиваются в переплет Реставрация книги Занимает не менее трех недель Весь этот сложный и долгий процесс В который мастер вкладывает Не только профессионализм, но и душу Позволяет говорить о реставрации Не просто как о профессии Но и как об искусстве Привет! Я Сергей Берец И в эфире рубрика «Чешем языком» Сегодня поговорим о таких понятиях Как метареализм, эссе и плеоназм Метареализм — это художественно-интеллектуальное течение Сложившееся в конце 20-го столетия В философском плане метареализм — реализм не физической данности А сверхфизической природы вещей В стилевом плане это переход от метафоры к метаморфозе Эссе — литературное произведение небольшого объема Обычно прозаическое, свободной композиции Которая передает индивидуальные впечатления, суждения и соображения автора О той или иной теме От очерка отличается тем, что в эссе факты являются лишь поводом для авторских размышлений И, наконец, плеоназм Это неоправданное многословие В нормативной стилистике плеоназм рассматривается как речевая ошибка В языке художественной литературы — как стилистическая фигура прибавления Служащая усилению экспрессивных качеств речи Чешите языком вместе с нами Пока! В нашей постоянной рубрике «Книжные новинки» мы рассказываем о том, на что стоит обратить внимание Холли Бепп — одна из самых известных писательниц Великобритании В ее новой книге «Снежный кот» девочка Белла заводит дружбу с Шарлоттой Которая живет в другом временном измерении Известный бизнесмен Дмитрий Потапенко выпустил честную книгу о том, как делать бизнес в России Здесь все об отечественном предпринимательстве и его будущем А вот книга «Истории московских домов» Дмитрия Апарина и Антона Акимова Это рассказ о 25 жилых зданиях столицы, которые были построены с 17 по 20 век А сейчас давайте пообщаемся с нашим новым героем У нас в гостях журналист и сценарист Кирилл Плетнер Здравствуйте, Кирилл. Давайте посмотрим на экран Кирилл Плетнер. Сценарист, журналист, писатель Выпускник Литературного института имени Горького Автор коротких рассказов, которые пользуются большой популярностью в социальных сетях В середине двухтысячных работал шеф-редактором дирекции дневного вещания Первого канала После был ведущим специалистом отдела информационных технологий Федерального космического агентства «Роскосмос» Мастер телевизионной детективной новеллы Лауреат международного кинофестиваля «Детектив-фест» за лучший детективный сценарий Создал множество сценариев к документальным фильмам В числе его работ – картина об академике Дмитрие Лихачеве О лётчике-героя России Сергея Соколове «Возвращение в небо», который повторил подвиг Алексея Мересева О режиссёре Эдуарде Розовском «Мастер света» А также о космических туристах под названием «Мечты сбываются» С 2016 года главный редактор журнала «Воздушно-космическая сфера» Кирилл, Вы сейчас работаете над книгой рассказов Почему Вы выбрали именно этот жанр? Я много времени работал на телевидении В разных ипостасях И как шеф-редактор, и как редактор, и как сценарист Делал документальные фильмы, писал сценарии На документальных фильмах писал сериалы И в этом всё время было ощущение, что есть некая несвобода То есть я всё время работаю по каким-то заданным мне правилам И как-то мне всё время это мешало, мне хотелось как-то свободы Писать то, о чём мне хочется писать, говорить то, о чём мне хочется говорить И я вот стал, есть такая замечательная вещь, как социальные сети Я стал писать сначала короткие, потом всё длиннее, потом снова короткие И такие небольшие рассказы, миниатюры И потом выяснилось, что у меня есть какие-то читатели Эти миниатюры нравятся Я стал тоже получать обратную связь Как-то мне это затянуло, и я стал это делать более-менее регулярно Таким образом у меня набралось какое-то количество Этих моих небольших рассказов И ко мне поступило несколько предложений Сделать книгу И читатели мне каждый раз пишут, что давай книгу, давай книгу Я подумал, что действительно Вот как бы сейчас у меня есть Я работаю над формой, собираю эти свои миниатюры Которых много очень, они все разные Такое большое воскутное дело, которое надо привести к единой форме Скажите, вот в одном из ваших рассказов Мальчик, который растет без отца Представляет в детстве, что его отец писатель А значит волшебник А вы считаете, что писатели волшебники? Соглашаетесь со своим героем? И почему вы так думаете? Конечно, потому что все мои рассказы Они имеют автобиографический характер Потому что я пишу про себя Про тех людей, которых я встретил И конечно, для меня писатель Это такое нечто недостижимое до сих пор А писатель это такой человек Который создает некие миры В которых все по-настоящему Тема отличается Литература настоящая Что в ней все Все живое А как же реальная жизнь? И вымысел? Вы знаете, мне кажется Сознание напишущего человека Это таким странным образом переплетается Что трудно вообще отличить Где вымысел? Где собственно реальность? Да, и мне кажется Это лучше сделать даже со стороны Потому что писатель как бы Сам до конца, мне кажется Не осознает то, что вот Выходит из-под его пера Скажите, в ваших рассказах Очень часто вы упоминаете своего отца Этот герой для вас Он как бы действительно Какие-то вот его черты Вы были списаны с реального? Или вы его больше выдумываете все-таки? Я как бы В некотором смысле Довожу его черты Для пароксизма Вот Для меня отец имеет большое значение Потому что У меня были сложные отношения с ним Он там ушел из семьи Когда я был маленький еще И как-то у меня была такая большая обида И я на протяжении своего взросления Когда мне очень не хватало И сейчас, когда он уже ушел Я бесконечно веду с ним Как будто внутренний диалог Скажите, в каждом рассказе Эти герои, они разные А чем они отличаются для вас? Ну, это разные люди Соответственно, это разные персонажи Разные отношения к ним Вот у меня Один из моих любимых персонажей Это человек, у которого отчество Михалыч Я так его называю Михалыч У меня когда был период Когда я поселился в лунальной квартире И у меня был сосед Очень пьющий человек И он меня жутко раздражал А поскольку мне надо было Как-то в этом пространстве жить Я долго думал, что же мне делать Чтобы его не прихлопнуть вообще В какой-то момент Потому что он меня просто бесил ужасно И в какой-то момент он меня щелкнул Я подумал, что надо его описывать И он превратился просто в мою любимую персонажа Я даже как-то стал к нему по-другому относиться И что удивительно, он в ответ тоже как-то Что-то какая-то у нас возникла Такое еще интересное Интересное отношение Как-то они стали лучше Да, и Михалыч полюбился моим читателям Как-то Меня требует Давай, давай Михалыча Как писателю его литературный труд Помогает справляться с жизненными трудностями Может быть, как в этом случае Как вы говорите Это такой хороший вопрос Спасибо вам Это такое пространство Где ты можешь находиться Быть свободным Быть свободным И получать от этого удовольствие И ты как бы соединяешься Своим главным мотивом Потому что, мне кажется Писательство Это что-то вроде такой Шаманская болезнь Она тебя будет преследовать До тех пор Пока ты не станешь следовать ей Если у тебя есть какие-то задатки Если у тебя есть какое-то стремление То пока ты его не реализуешь Ты будешь мучиться Как бывает у шаманов Которые не хотят быть шаманами И их как-то все время что-то мучает Что они идут все время не тем путем И их жизнь сама направляет все время Вот мотив Соедините свой мотив И он будет с собой Скажите, вы уже говорили ранее Что начали писать свои рассказы И публиковать их в социальных сетях Да А как по-вашему Социальные сети И вообще новые медиа Они сейчас помогают писателю Например, найти своих читателей Конечно Или наоборот Они могут стать злом Когда человек Действительно плохо пишет Но при этом считает себя писателем И постоянно публикует что-то В социальных сетях Я думаю, и так, и так Это может Это как Любой инструмент Который может Сказать Который может приносить пользу И может, соответственно Приносить вред А в вашем случае Как это случилось? Я думаю, что В моем случае Это мне пошло на пользу Скажите Вот вы также работаете Главным редактором Журнала Воздушно-космическая сфера Да А чем вас привлекает Эта тема? Ну, это Это такая Большая территория свободы Это же космос Как это может привлекать? Это космос Это Авиация Это Воздушно-космическая оборона Это Какие-то вещи Которые такие Большие Большие, огромные Да Это Ну, что может быть Больше космоса Да Вы общаетесь очень много С космонавтами Какие черты Человеческие именно Или черты характера Привлекают вас В этих людях? Ну, вот Космонавты Это, да, профессия Да, когда человек Вот Ориентирован на достижение цели Да В каких-то экстремальных условиях Да В условиях, когда Они могут быть непредсказуемы Да Потому что космос Мы Мы еще очень мало знаем про космос Мы по-прежнему изучаем Да Поэтому человек Должен быть Волевым Собранным Да Это такое Сочетание ума Здоровья Да Душевного равновесия Однажды мы снимали фильм Это был фильм Связанный Там С Мы поднимались на Эльбрус В составе съемочной группы Был космонавт Федор Юрчихин Да Он только вернулся из полета Если вы знаете Да Там Полет проходит в несомности Да И там Происходит Кальций умается Из организма Да Там Человек находится Ну, как бы Мышцы ослабевают Там Ну и так далее Да Человеку тяжело Надо какое-то время Аклиматизироваться А вот там После полета У него прошел Буквально месяц Ну, может быть, чуть больше Сейчас точно не помню И когда мы, так сказать Стартовали Я смотрел на него Я думал, что он не дойдет Потому что Ему было тяжелее всех Вот ему в самом начале Маршрута было уже тяжело Но история в том Что он единственный Поднялся на Эльбрус Все остальные не дошли А что это Вот внутреннее качество Это железные люди Просто Это просто железные люди Да Железной волей А вы на себя Могли бы примерить Эту профессию Да Я когда работал В Роскосмосе Я такой человек Моим именем Вообще Я думал, что Вот, я сейчас приду В Роскосмос Буду делать документальные фильмы Буду делать фильмы хорошие И в конце концов Есть вероятность Возможно Что меня тоже Отправят в космос Как журналист Но Но Как вы считаете Вообще такая возможность Существует в будущем? Конечно существует Потому что Вот тот же самый фильм Который я делал Про космических туристов Да И там В космос летали Люди, которые покупали себе Так сказать Это полет за денег За большие Да Вот Что касается Здоровья Да Там люди были Самого разного Да Так сказать Здоровья Например Был Чарльз Симонев Который летал в космос С болезнью Паркинсона Например Там видно было Как у него трясутся руки Все время Когда там Про него фильм Герой Ну он был Один из героев фильма Ну и так далее То есть я думаю Что для журналистов Место в космосе есть Просто сейчас Как бы количество мест В космическом корабле Ограничено Да И поэтому Полет дорогостоящий Но я думаю Что пройдет время Да И это будет Обыденностью Да Как мы сейчас Летаем на самаре Так и мы будем летать В космос А вы как журналист Что бы вы стали рассказывать Из космоса Если бы у вас была Такая возможность Полететь туда Мне кажется Там очень много Разных деталей Подробностей Которые интересны Были бы интересны Вообще И зрителям И читателям Которые Которые плохо освещаются Вы имеете ввиду Именно бытовые подробности Жизни Бытовые подробности Жизни Конечно Потому что Диалог уже скрывается Деталь Вот именно подробности Всегда интересны Ну какие-то эмоции Да Потому что Вот космонавты Сколько я не общался Они люди такие Ну для них это работа Да И как-то в подробности Они Ну что Я там Общался С космонавтом Джиннибеком Который Известна уже история С этим Салют 7 Когда они Полетели на мертвую станцию Пристыковались с ним И там много чего было И пожар И как бы Станция была Замерзла Потом они Растопили этот лед Потом убирали воду И он рассказывается Обычно Ну прилетели Говорит Ну пристыковались Ну ничего такого Ну а что рассказывают Все обычно И как-то вот В этих рассказах Недостаточно эмоций Да Вот то Чем собственно Питается зритель Да То что нужно Там читателю Да Вот Скажите А у вас много документальных фильмов Но самым любимым Вы называете фильм Про кинооператора Эдуарда Розовского Почему Потому что Это человек Мастер 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 с большой буквы Да И я общался с ним Смотрел на него Да Я знаю его работу Вы тоже знаете Да И Мне кажется Что это вот тот Человек Человек Себе так реализовал Просто классно Как бы Мне хотелось бы Мне хотелось бы Быть похожим На него В творчестве Что вот он Такой смелый Свободный Дерзкий Умный Там Он талантливый Ну и так далее Там Хороший преподаватель Там Просто он меня потряс Да И вот В нем нет никакого пафоса Он открыт к общению Он скромный Вот У него там было много В жизни трудностей Да Которые Которые он преодолевал Он делал какие-то вещи Которые никто до него не делал Вот При этом он честный Порядочный человек Скажите В каких вы были поездках В этом году И какая из них Впечатлила вас Больше всего Я в этом году Неожиданно оказался В паломнической поездке В Израиле Там Издатель журнала Известный там человек Промышленник Меценат Верующий Там Игорь Равович Шурбель Вот Благодаря ему Я попал В паломническую поездку Да И моя задача была Вести дневник Да Паломничества Да И вот я оказался На святой земле Вот Это была потрясающая поездка Потому что Я впервые Во-первых Был в Израиле Я впервые Посетил там Храм гроба Господня Да Там я был В Вифлееме Ну и в других разных местах Связано Это В библейских местах Да Это была Такая Удивительная Удивительная встреча Сказать Как будто я побывал Как будто путешествовал По страницам Библии Да Как будто Библия оживала Да И Вот Это место Где Буквально чувствуется Да Присутствие спасителя Я сам человек Верующий Да У меня есть В роду Священники Поэтому тема для меня Такая Животрепещущая Да Я с таким С большим сердцем Откликнулся На эту историю На всю Да Записывал все свои впечатления Вы сказали Что у вас в роду Есть священники Да Не могли бы вы Немного рассказать Об этом Ведь довольно Ну не то чтобы Необычное Дело в том Что там У меня дядя Моего деда Протеерей Русской православной церкви Никифор Струг Я знаю Что он там Был в 37-м году Репрессирован Там История была Вот как Он жил Он был Сельским священником Ночью к нему Постучались Там В окно И попросили просто Комсомольцы какие-то Да Которые приезжали Мину Попросили показать ему Его дорогу Да Как там доехать Из пункта А В пункт Б Он сел с ними на подводу Уехал И больше никто не видел Был в 37-м году А какое-то влияние Может быть Что-то осталось От него какая-то Архива Ничего не осталось Ничего не осталось А вы в себе Чувствуете Может быть Какой-то Такой позыв Стать Ну вот это писательство Это тоже своего рода Как бы Такая миссионерская Стезя Мне кажется Да Ты все равно Через слово Как-то что-то Доносишь Какие-то мысли Поэтому Я чувствую 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 некую тягу Да Это интересно Вернемся К документальному Кином кино Я считаю До новых встреч До новых встреч Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok